Давай, поехали тогда! Сегодня в выпуске ловим валентинки, показываем новые скины, стартуем второй челлендж. Всем привет! Сегодня во всем мире отмечается День Святого Валентина, и мы в танках его тоже отмечаем. А в этом году подумали, чего мелочиться, и сделали сразу две активности. Начнем с вашего любимого. До 17-го числа у нас на картах будут падать праздничные золотые ящики. Ловите их и присылайте... Вы, кстати, замечали, что у нее с мимикой что-то не так? Ну, с мимикой лица. Я всегда это замечал. Что-то вот у нее не то вообще. Давайте нам скриншоты. 19-го числа мы случайным образом выберем 14 победителей, которым начислим по 14 тысяч кристаллов и 14 контейнеров. А если у вас есть кто-то особенный, вы можете сделать совместное фото в игре и прислать его нам. Каждый участник праздничной краски получит по 3 тысячи кристаллов. А если один из вас будет в краске Инь, а другой в краске Ян, вы получите уже по 5 тысяч кристаллов. Также среди всех участников... ...падуем второй челлендж. Ой. Я только хотел остановить, сказать, что, блин, это такой жесткий фарм. Блин, вы просто представьте, по 5 тысяч кристаллов можно зафармить. Где вы такой фарм встретите, а? Одна матчмейкинговая катка, скажите мне? А тут по пятерочке на халяву дают. Зачем вам матчмейкинговую катку 7-минутную играть? Когда тут халява, просто халявище. Пятерик на халяву дают. Я в шоке. Сложно 0 прибавить хотя бы. Вы получите уже по... Такое ощущение, как будто, я не знаю, кристаллов эти миллиарды дают. 5 тысяч кристаллов. Также среди всех участников мы выберем счастливчиков, которые получат особые призы. Все подробности по ссылкам в описании. Но вы же больше всего любите акции. Сегодня в магазине скидки 30%. Завтра 30% скидки на все в гараже. А в воскресенье... Вот это скидки! Ей-богу! Вот это круто! 30%! Жестко! Жду 30% скидки на улучшение и 50% на ускорение прокачки. А также двойные фонды и режим ДМ с повышенным шансом выпадения голдов на карте Борда все выходные. Не, кстати, вот что касаемо Борды, это реально круто. То есть, вот они впервые сделали карту, которая реально вот будет интересной. То есть, Борда это довольно в какой-то степени старая карта, да? И при этом в всем раскладе это еще та карта, которая, ну, как бы для ловли голдов и как ДМ-ка. Это очень крутая карта. Вот прям вот за карту, ну, какой-то минимальный респект кинуть можно. Мы уже показывали вам новый вулкан, но вы же понимаете, что это не... Выдохнули, вдохнули и забыли про вулкан. Единственное, что сейчас у нас в работе. Как вы думаете, что уже совсем на подходе? Даю подсказку. Вторая по популярности связка после Вика Грома. Правильно, Хори Реля. И просто так показывать вам их не очень интересно. Чего? Викинга Гром популярнее хорно-тарельсы? Не верю, не верю, не верю, не верю, не верю. Не может быть. Форматки. То есть, ну, форматки плюс это... Фигню сказала. Вы просто прочекали этот гениальный ход? Так как те танки были сделаны совершенно в другой стилистике и в них были заложены другие анимации, которые в танках онлайн не используются. Именно поэтому, несмотря на каждое сходство корпусов и пушек в танках Хиггс и в танках онлайн, всю работу приходится делать заново, с нуля. А вы сейчас вообще поняли, что за бред? Вы вот поняли, типа, теперь вопрос на русском написан. А для чего вот здесь было писать на английском? Где? Где тут было? Где, 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 где? Ну, короче, вот там, короче, этот челик. Ну, вы видели, короче. Я ору. Пожертвовать пришлось материалами танков. У нас была масса идей, но нам нужно было сделать текстуры для новых скинов так, чтобы они гармонично смотрелись рядом со старыми корпусами и пушками. Единственный способ так сделать и одновременно выпускать абсолютно все корпуса и пушки в игре, убрав старые. Но это практически нереально. Плюс не будем забывать, что многие игроки за 10 лет практически сроднились с классическими скинами и не захотят их менять. Что главнее, эстетика или реализм? Не, ну он, в принципе, правильные вещи сказал. То, что многие будут не согласны со сменой и вида именно вооружения. То есть, типа, какое там предложение, типа, танков X переделать? Ну, нет. Я бы, например, не поддержал бы. Вот это он правильно, как бы сказал. При создании дизайна мы, в первую очередь, думаем об эстетике внешнего вида танка, а уже потом и функциональности. Ни о каком реализме в танках онлайн речи не идет. Однако, создавая дизайны башни и корпуса, мы стараемся понимать, как эта машина работает, какую функцию выполняет та или иная деталь. Если пушка использует снаряды, то как они поддаются, откуда выходят пороховые газы, как действует отдача и так далее. Такие мелочи, хоть и незаметно на первый взгляд, но прекрасно помогают дополнительно вовлекать вас в игру. И да, с Харилелей обновление у нас не кончится. Смотрите, что у нас есть еще. Стартует второй февральский челлендж. Напоминаю, что теперь челленджи проводятся два раза в месяц и длятся две недели. И теперь по его окончании вы можете получить 100 танкоинов, если, разумеется, набьете нужное количество звезд, которых, кстати, надо вдвое меньше, чем раньше за месячный. Напоминаем, что до окончания войны Инь-Янь остается еще две недели. Успевайте набить необходимое количество звезд и получить контейнеры. Короче, у меня уже нет сил бомбить. Ну вот именно вот сейчас у меня нет сил бомбить. Ну это просто фейс-паум и до свидания. Четыре минуты видеоблога, это все. Видеоблог, увы, не собрал 5000 лайков, так что разбор игры отменяется. Зато у нас есть свежая подборка видео от ваших любимых авторов. Орхидея вспоминает пять лучших праздников в танках. Как думаете, главное, это с... ...чков. Одна... ...в начале... ...в начале... ...в начале... ...в начале... ...мирмастерс Олдэссорт стартовал в категориях соло и кланы. В соло дуэли проходят только с использованием рельсы в формате хайр-вэр. А вот клановые битвы более продвинуты и проходят в формате лайб. Из шести игроков команды только пятеро используют рельсу, а вот оставшийся шестой играет со смокой, причем для нее обязательно использование устройства штурмовые снаряды. То есть критический урон убран, но при этом пушка становится очень злой и запросто сбивает прицел даже самым умелым рельсоводом. Приходите на трансляции и давайте вместе выберем лучшего смоковода турнира. Ссылка на трансляции и голосование под видео. У вас есть команда, но вы не попали... Блин, что-то как-то я даже немножко удивлен. А чего-то они так пиарят. Из видеоблога в видеоблог пиарят турниры, это что-то с чем-то вообще. Что-то новенькое. Раньше хоть и был такое, но знаете как финальные там стадии обозревали, там еще что-то. Но прям тут уже из видеоблога в видеоблог рассказывают про турниры, про КС, еще бы при всем этом раскладе бы например там сказали, что там призовой фонд там денежный какой-нибудь, да? Ну, это уже мои мечты. Алина Мастерс ОД Сорт, не отчаивайтесь, вас ждут турниры Блиц, которые также будут проходить и в формате лайт. Набирайте опыт, играя вместе со своим кланом в турнирах Блиц, разрабатывайте победные тактики и приходите в большие турниры. Вот и все на сегодня, а теперь скажите, сколько сердечек? Не знаю сколько сердечек, но знаю, что тут надо вот поставить лайк, вот инфа сотка и это будет вообще достойно. Но видеоблог, что я могу сказать, ну что я могу сказать про видеоблог, ну вот один челик неплохо там порассказывал, да, в принципе, про вот эти вот скины, шмины, там вся эта темочка, да, как бы, опять пиар кэса, ну в принципе тоже неплохая тема. Ну а так, все как всегда, еще эти двойные челленджи, но у меня уже нет сил бомбить, но вот в данный период времени у меня нет сил бомбить. но это просто провал, это провал, провал года, просто эти челленджи, это провал года и совсем скоро я вам расскажу, почему это провал. Ну а если вы еще сами не понимаете, я думаю, что вы уже тоже должны быть в курсе. Субтитры сделал DimaTorzok